Яркие фонари и светлые улицы. На набережной реки Симферополя зажглись первые 150 фонарей. Рабочие здесь трудятся с утра до вечера и в день устанавливают по 35 фонарей. Реконструкция территории Салгира началась еще в конце мая. Здесь проложена вся система наружного освещения и кабельной канализации. Светильники установлены на основных частях реки, от улицы Шмидта до Вечного Огня. Всего до конца сентября установят 700 светильников. Песок, цемент и колышки. Параллельно с освещением рабочие укладывают и тротуарную плитку. 15 километров уже позади. Осталась еще половина. Практически 10 километров чугунного ограждения заменили на новое. Теперь можно не беспокоиться за технику безопасности. Это специальный затвор гидротехнической системы. Он служит для того, чтобы перекрывать воду и поднимать ее до определенного уровня. Во время очистки реки вывезли 60 тонн отходов. По словам подрядчика, сейчас рабочие принялись расчищать малый Салгир. Также отремонтировали и все 35 мостов. На них полностью заменили ограждение и сделали антискользящее покрытие. Основная масса 32 моста. Они в отличном состоянии. Мы просто-напросто их зачистили. Там, где арматура проступила, антикоррозийной краской покрасили. Отшпаклевали их специальным составом водозащитным. И гидроизоляцию сделали. И покрасим их. А аварийные мосты там полностью были заменены. Все разрушенные конструкции. Допустим, мост возле главпочтампа. При демонтаже три плиты просто поломалось у нас в руках. То есть он был реально в аварийном состоянии. Сейчас там залита полностью новая монолитная плита. Можно безопасно по ним ходить. По словам подрядчика, теперь все пешеходные мосты простоят еще около 40 лет. И будут служить красивым и прочным украшением Салгира. Работы в основном закончены или остались мелочи. Ну вот сейчас тут землю досыпают, возле поребриков убирают, подрезку делают. Остались мелочи и работа над качеством. На реконструкцию Салгира выделили почти 600 миллионов рублей. Вся работа по благоустройству территории завершится в конце ноября.